Жили-были дед с бабой. Старые они стали, с работой еле-еле управлялись, а внуков-то и нет. Забеспокоились они, кто же после них на этой земле останется. И пошел тогда дед с бабой в подвал, поглядел по углам и нашел лишний мешок крупы. Пошел к пруду с тачкой, накопал в ней глины. Отдал это все бабе. Думала-думала баба, кого бы ей из этого сделать. И вспомнила, что внука им как раз и не хватало. Скатала из глины она кругленькие руки-ножки. Вылепила брюшко и аккуратненько отделала голову. Обсыпала зерном творение свое. Поставила в огород необожженную. Утром в следующем вышло. А их с дедом внучок уже с другими ребятами играются. Обрадовались старики. Попили на радостях меду. У бабы усов не было, поэтому ей в рот таки попал. Рос их внучок не по дням и по часам. В буквальном смысле на следующий день вымахал с бабу. А через день с деда. А к лету уж с избы вышиной был. Помогал всей деревне. Воду из колодца таскать старухам-то тяжело. И вдруг вспомнили старики, что имени внуку своему не дали. Прислушались они к тому, как его другие называют. И поняли, что имя его вот уже несколько месяцев как чудо. И были счастливые годы, когда чудо всю работу тяжкую выполняло. А жители гуляли, развлекались, радовались. Огород перекопать чуду одна секунда, прополоть две. А человек-то и за день не управится. Но стало вдруг замечать чудо, что двигаться ему становится труднее и труднее. То зерно проросло, которым баба его обсыпала. Долгие месяцы упор наборолось чудо с недугом. А потом просто окаменело с раскрытым ртом у стариковой избы. С тех пор люди снова всю работу делали сами. Сначала было тяжело, но потом приноровились. А чудо так и стояло у избы. И рассказывало ему по вечерам бабуля сказки. Как-то раз, рассказывая, бабуля заснула. Пролетал мимо в этот момент маленький комарик. И был тот комарик до ужаса любопыт. Увидел открытый чудо в рот, да и залетел туда. А челюсти чудо вдруг расшевелились, затрещали и схлопнулись. И понравился чудо вкус крови комарины. Проснулась баба. А чудо у нее и спрашивает. Бабуля, а бабуля, какого роду кровь комарины? То не комарины, то человечья кровь и животные. Пьет он кровосос, жизнь нашу, гад мерзкий. И не выдержала чудо. Схватила бабулю, преломила пополам и сжевала со смаком пуская струйки крови. Человечья кровь. КОНЕЦ Продолжение следует...